Только массированный удар США может остановить осада. Вальфганг Хансон, Автон Бладет, Швеция. 9 апреля 2018 года. Последняя атака, предположительно с применением химического оружия, показывает, что диктатор осад слишком уверен в том, что его никому не остановить. На прошлой неделе президент Трамп заявил, что намерен в скором времени покинуть Сирию, и это побудило осада к действию. Но если Трамп решит ответить массированной бомбардировкой, то он сильно рискует. В прошлый раз химическое оружие в Сирии широко применялось в Хан-Шейху не год назад. В результате погибли около 100 человек. Тогда Дональд Трамп ответил спустя три дня бомбардировкой сирийского аэродрома. Вероятно, это заставило президента осада задуматься на некоторое время, но в долгосрочной перспективе удар, очевидно, не вызывал сдерживающего эффекта. Башар осад чувствует, что победа в войне близка, так что пора ковать железо, пока горячо. После более пяти лет блокады режиму удалось всего за несколько недель очистить от повстанцев пригород Дамаска Гуту. Теперь диктатор хочет сделать то же самое с прилегающей к ней вплотную думой. Когда повстанцы отказались уходить, осад приказал атаковать район, предположительно при помощи ядовитого газа. После этого повстанцы передумали. Осад хочет собрать вокруг города идлибо как можно больше повстанцев, чтобы разгромить их окончательным ударом. Спрятал химическое оружие в ходе войны режим несколько раз применял химическое оружие. Это случалось и после большой атаки в Гуте в августе 2013 года, которая привела к тому, что осад согласился избавиться от химического оружия в обмен на обещание США не идти в наступление. Судя по всему, режиму удалось спрятать часть запасов. То, что осад продолжает применять это оружие, означает, что польза для него перевешивает риски. Он уже совершил столько военных преступлений, что еще парочка в его глазах ничего не меняет. Если его схватят, то обвинительный приговор в Гаге ему обеспечен. Дорого заплатит единственное, чего ему действительно следует бояться. Это большая воздушная атака США, Израиля или другой страны, направленная на него лично или на сирийскую армию. Дональд Трамп реагирует инстинктивно. Как и после атаки в Хан Шейхуне, он стал писать возмущенные твиты, увидев безжизненное тело детей дома с пеной на губах. «Пусть зверя сад дорого за это заплатит», — написал Трамп. У США имеется список потенциальных мишеней в Сирии. Американский авианосец уже находится в Средиземном море. Трампу достаточно отдать приказ. Давление на него велико, критики в стране хотят, чтобы США показали, что не потерпят такого нарушения международных конвенций, как химические атаки. Конфронтация США и России, но на этот раз разбомбить поле боя недостаточно. Трампу надо атаковать шире и разобраться с лидерами режима и дром сирийской армии, если только Асад захочет его слушать. Но Трамп сильно рискует. Российское командование предупредило США, что если в атаке пострадают российские солдаты, то Россия ответит. А это будет означать прямую военную конфронтацию между США и Россией в Сирии, и ее последствия трудно себе представить. США могут оказаться еще глубже втянуты в эту войну, из которой Трамп стремится выйти. На прошлой неделе президент сообщил, что хочет вывести американские силы как можно скорее. Эти силы в Сирии сотрудничали с курдами, чтобы разгромить ИГИЛ. Террористическая организация запрещена в России. Примечание Перев. Высказывание Трампа, вероятно, укрепило чувство осады русских, что они могут делать что пожелают, а Трамп это не волнует. Вакуум власти американские военные предостерегли Трампа от слишком быстрого вывода войск. У ИГИЛ в Сирии еще есть очаги противостояния, и если американцы уйдут, возникнет риск, что террористическая группировка снова наберет силу. Вдобавок возник явный сигнал, что Трамп продолжает курс Обамы на уменьшение роли США как мирового жандарма. Это создает вакуум власти, в который устремляются другие игроки на мировой арене. Во всем виноват Обама Трампу исключительно сложно объединить свою политику Америка прежде всего с действенной политикой по Сирии. Когда Обама оказался перед дилеммой, наносить ли удар после химической атаки 2013 года или нет, Трамп призывал его не делать этого. А сейчас он винит Обаму за то, что он не атаковал, так что осад остался у власти и может применять химическое оружие. Другими словами, Трамп обвиняет Обаму в том, что он сделал, как сам Трамп ему сказал. Ничего удивительного, что американская политика по Сирии столь пассивна и запутана. Однако именно сейчас приступает к работе хищник Джон Болтон, Йон Болтон, новый советник Трампа по безопасности. И это говорит о том, что американский ответ будет мощнее, чем в прошлый раз.